Асфальт это прошлый век, сказал Сергей Дугин и по примеру своего коллеги мэра Москвы Сергея Собянина дал распоряжение выложить на центральной аллее города от партизанской до молодежной трехцветную тротуарную плитку. На эти цели выделено больше 20 миллионов рублей. Некоторых горожан возмутило такое решение. По их мнению на эти деньги можно уложить асфальта в два раза больше там, где он действительно необходим. По словам чиновников, решение продиктовано тем, что плитка живет гораздо дольше. Во-первых, плитка у нас более экологичный материал. Во-вторых, она более лучше будет вписываться в ансамбль города, так как мы выполняемся, стараемся в одном стиле вести работы. И следующая причина то, что с плиткой более удобно работать в случае дефектов, допустим, где-то образовалась просадка, еще что-то, то ее очень просто разобрать, восстановить основание и тут же ее уложить назад. Все это очень быстро, с асфальтом так не сделаешь. Последний раз аллею на Ленинском ремонтировали, по словам чиновников, в 1996 году. То есть, получается, центральная аллея дожила до сегодняшнего дня в довольно неплохом состоянии. Кое-где образовались трещины и просел асфальт, но можно было бы обойтись косметическим ремонтом. Это опять-таки мнение барнаульцев. Тротуарную плитку на этом участке Ленинского уложили два года назад, но уже спустя год она начала проседать. Восстанавливать ее, как мы видим, никто не стал. Так где же гарантия, что дорогостоящую плитку, которую сейчас укладывают чуть выше по Ленинскому, не ждет та же участь? А между тем, плиточная реформа набирает обороты. Кроме аллеи на Ленинском, плитку сейчас укладывают и на других участках, преимущественно в центре. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» у нас на проспекте социалистическом от молодежи до строителей. То есть мы тротуарную часть переустраиваем плитку полностью, чтобы все было в плитке. За то, чтобы все было в плитке, выступают и ученые политехнического вуза. По их словам, она гораздо эстетичнее смотрится. Да и при правильной технологии укладки может прослужить несколько десятилетий. Необходимо, чтобы основание, на которое укладывается плитка, было уплотнено, чтобы в процессе эксплуатации она дальше не уплотнялась. И, соответственно, каждая плитка лежала ровно и не было зазоров по высоте друг относительно друга. Тут даже невооруженным глазом видно, что плитка на социалистическом уложена неровно. Если взглянуть на Ленинский, дефекты в глаза не бросаются. Но ведь многие помнят, чем закончилась плиточная реформа в Москве, когда многомиллиардная плитка просела и рассыпалась после первой же зимы. Остается надеяться, что с нашей такого не произойдет. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.